Всем приветики! Распаковал вчера я такую колонку, сегодня я уже ее затестил как мог и чего-то разочаровался в ней. Так-то она сама по себе красивая, конечно, сзади вот эта вот кожаная, по бокам это все металлическая, спереди тоже металлическая, на максимальной громкости громко кричит, конечно же, да. Все здесь максимально просто, удерживаешь, включилось, удерживаешь, выключилось, сюда тыкаешь меньшая громкость, сюда тыкаешь большую громкость, если вставлена флешка в этот разъем вот, получается, сюда. Сейчас я открою. Открыть не так-то просто, оказывается. Сейчас. Нет, так-то она просто, на самом деле, просто одной рукой неудобно. И получается, здесь у нас есть разъем для USB, когда сюда подключаешь, то можно телефон заряжать и для microUSB, чтобы саму колонку заряжать. А здесь разъем для флешки. Вставляю туда флешку, можно... Без подключения телефона сразу включил, нажал play один раз, и пошла музыка. Нажал еще раз, остановилась, вам на показанном play, паузу. Ну и кнопками больше, меньше, если удерживаешь, следующий, если этого удерживаешь, предыдущий. Вот, то есть плюс-минус переключение. Ну и все, и больше у меня ничего нет. Вот здесь, получается, видно же, там черные точки. Это вот такой индикатор, когда включаешь, мигает синим. Когда ставится на зарядку, мигает красным. Когда зарядится, красный горит. И здесь микрофон для того, чтобы можно было использовать громкую связь. Ну и все, больше так-то в нее ничего нет. Когда разряжается, она начинает пищать, типа... Вот, и все вроде. Но, что мне не нравится, потому что, когда включаешь, она очень громко пищит, говоря о том, что она включена. И когда телефон подключаешь, она тоже громко пищит, показывая о том, что телефон подключился. Когда отключаешь телефон по Bluetooth, тоже громко пищит, показывая, что он отключен. Вот зачем мне знать громким писком о том, что телефон отключен. Ладно, если там только подключено. Зачем пищать, когда он отключается, это что-то бредо как-то. Причем она так громко орет, что это вообще нереально. Кажется, она всю громкость пищит. Она очень громко орет. И при выключении тоже пищит. Вот ты выключаешь колонку, она тоже пищит. Зачем пищать, когда колонка выключается. Мне вообще зачем пищать. Ты когда включил, замигал, а значит видно работает. Выключил, перестал мигать. Понятно, что не работает. Короче, эти писки реально раздражают. И потом громкость. Так-то она, конечно, громко орет. Все круто. Но когда, получается, идет музыка громко, ну то есть она реально громко орет, просто нереально. Но когда музыка тихонько играет, то слышен вот этот шум такой шшшшш. И это дико раздражает. И еще это, как его называют, получается, что дальность написана 10 метров, а на самом деле метра два. И все. А потом начинает связь пропадать. А если даже я вот пробовал подключить телефон к колонке и завести колонку за спину, все, она уже не работает. Она не ловит. То есть через тебя она не пробивает. Это вообще бред какой-то. То есть если я положу в карман, например, телефон, а колонку в другой карман, то, скорее всего, она играть не будет. То есть если я буду идти в куртке, колонка будет в одном кармане, а телефон в другом, то она через меня не пробьет, и она играть не будет. Это же капец какой-то. Реально. Зачем такая колонка нужна? Ну вот, к примеру, взять, включить ее сейчас. Кто-то напищит. Так, сейчас телефон можно включить. Подключиться по Bluetooth. Где-то мой Bluetooth. Кстати, на Xiaomi круто то, что он показывает разрядку. Ну то есть вот. Сейчас он подключится. Вот включение. Ну как она громко орет. Подключился. И вот он пишет. Сейчас. Сейчас он напишет. Я что-то не туда тыкнул. Вот сейчас напишет. Да, ну-ка. Подключается. Да какой... Блин, она не туда подключается. Сейчас. Наконец-то она поняла, что... Подключена. Правда, она не пишет, что зарядка идет. Афера расписала. Пишет. Зарядка батареи 100%. Круто на Xiaomi. То есть ты подключаешься, и Xiaomi видит, сколько зарядки у батареи. И здесь вот сверху, вот эта вот штука, показывает зарядку самой Bluetooth-колонки. Когда сразу я подключался, здесь была, ну... Вот эта черненькая полосочка была в самом конце и была красной. То есть он показал, что она разряжена, потому что она была в конце и красненькая. А я зарядил, она стала полная и черненькая. И это как бы классно, что Xiaomi видит зарядку. Вот. Музыка по поводу музыки. Сейчас я включу что-нибудь, например... Сейчас я выберу трек какой-нибудь. Так, ну вот, вроде к ней подключено еще. Сейчас выбрать трек какой-то, что вчера играл. Громко сделался погромче. А, ну здесь так громко. А ну-ка здесь... Ну это максимум. Сори, я сам не ожидал. Но пока громко играет, так и нормально. Но если сделать тихо... То слышим шум. Получается, в тишине... Ну, когда музыка тихо играет, то больше слышен шум, чем музыку. Слышно, так тихонько играет музыка. И громче, чем музыка, такое шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш... То есть, если брать колонку для того, чтобы слушать музыку на максимальной громкости, то он пойдет. Тем более, там 10 ватт, она реально громко орет. А если для того, чтобы, например, смотреть фильмы какие-нибудь, там же не всегда говорят. Там бывает молчат или вообще шепчут, или что-нибудь такое, или тихо говорят. Или просто стоят и смотрят куда-нибудь. И в момент, когда ты должен прочувствовать тишину и проникнуться моментом, ты будешь слышать ш-ш-ш-ш, и ничем ты не проникнешься, и будет тебя это раздражать дико. И дальность, блин, она реально недалеко здесь-то тут, как бы если... Я взялся музыку погромче, к примеру, чтобы слышно было. И завести за спину, вот сейчас, например. Сейчас я это продемонстрирую. Ну вот, ложим колонку, и телефон рядом. Включаем песню. Вот, берем. Становимся боком. Все, она уже не ловит. Вот телефон. Вот колонка. Все, она не ловит. Руку просто за ногу завел. То есть, если колонка лежит в этом кармане, а телефон в этом, все. То есть, если колонка лежит в этом кармане, вот, вот как она здесь лежала, а телефон я подносил сюда, то уже не слышно будет. Она просто вырубается. То есть, для нее две ноги, это помеха. То есть, это капец. И это очень плохо, потому что она, во-первых, шипит, во-вторых, дальность у нее слишком плохая. Но все равно, даже если представить, что, как они пишут, 10 метров прямой видимости, а это типа не прямая, ложим, допустим, ее сюда. Включаем песню и отходим. Или нет, наоборот, наоборот, чтобы слышно было, когда она перестанет действовать. Уже начинает пропадать. Все, пропало. Вот, вот дальность, сколько здесь? Ну, метра два. Написано прямой видимости 10 метров. Ладно, там завел за ноги. Про ноги ничего не пишут, ну, про препятствия. Но прямая видимость написана 10 метров. Здесь не 10 метров. Сколько здесь? Вот до колонки. Два метра где-то. То есть, чтобы она работала, она должна быть в прямой видимости полтора метра, раз она уже с двух не работает. И это капец. Ну, что это за дальность? Полтора метра. Ну, что, где-то здесь два вот. То есть, чтобы она слышала, надо вот подойти на сколько. Во, ну, даже сейчас. Здесь где-то метр двадцать с перерывами работает. Короче, я очень разочарован. Получается, что вот на двух метрах я стоял, она вообще не работала. Начинаешь подходить, когда уже полтора, метр двадцать, тогда она так работает, но с перерывами, с рывками. То есть, кто слышит, кто не слышит. А когда подходишь на метр, вот тогда, да, работает. То есть, чтобы все нормально работало, она должна быть в прямой видимости метр. И, естественно, если ей прямая видимость всего лишь метр, а не десять, как они пишут, то перепястье всего лишь рука, нога уже будет. Либо выключать ее полностью, либо создавать помехи. И она бы так, вот как было, когда она звучала. Поэтому это просто ужас. Что с ней делать, я не знаю, попробую. Позвонить, узнать по гарантии, можно ли как-то... Может, это брак, и можно ее отремонтировать или заменить. Либо это, типа, ее нормальное состояние, но написано, что на коробке другого десять метров. Короче, блин, я разочарован покупкой, просто жесть. Ну, что это такое? Метр всего лишь. Прямой видимости. Это же пианиадская. Вот приятно слушать? Я думаю, нет. А если такое постоянно, тем более я брал не для того, чтобы музыку громко слушать, а для того, чтобы мне было удобнее аудиокниги слушать. То есть я включаю, например, на телефоне аудиокнигу, но пока мне кто-то там рассказывается, я иду и занимаюсь своими делами, например, и все. Я вот там слушаю такую книгу, интересно. Сейчас, где она там была? Аудиокнига. Может, Модест опять рыбу наловил? Мы у него экспроприируем еще на одну уху. Мотя била хвостом по коврику и неотрывно смотрела бы... Вот типа такого, просто чтобы удобнее было. Ну, телефон же неудобно с собой везде носить. А колонку это включил, положил где-нибудь, колонку носи с собой, и поставить можно, и все такое. Короче, вот для этого я брал. А прослушая аудиокниги, она же не громко играет. Он просто рассказывает, когда-то молчит. И в эти моменты будет ш-ш-ш-ш, и это очень неприятно. Короче, блин, я расстроен. Ладненько. На этом все всем. Пойкидал.